Итак, вот как распределился городской депутатский корпус по комитетам. Предупреждаем сразу, картина максимально ожидаемая, никаких чудес. Начнем, пожалуй, с комитета по бюджетной, налоговой политике, экономическому развитию и предпринимательству. Сюда вошли люди, так или иначе связанные с финансами и экономикой, занимающие руководящие должности в самых разных организациях. Логика выбора, в общем-то, понятна. Интересен заместитель главы комитета Алексей Мусорин. Он на этом теплом местечке давно отличился тем, что предлагал в прошлом году повысить налог для предпринимателей на имущество. Хорошо и вольготно, видимо, в Забайкале предпринимателям. Второй в нашем списке – комитет по социальной и молодежной политике, местному самоуправлению, культуре и спорту. Руководитель – железнодорожник Людмила Агафонова. В состав вошли также педагоги – ректор Сергей Иванов, да здравствует административный ресурс на выборах, и учитель Ольга Серебрякова. Если есть преподаватели, то должны быть и студенты. Потому, наверное, заместителем главы комитета и стал один из самых молодых депутатов. Обладатель ярко-желтого галстука и свежего румянца на чеках Игорь Бояркин. Сейчас внимание Комитету по муниципальной собственности, землепользованию и градостроительству. Руководителем будет Эдуард Русин. Его зам – переизбравшийся справедливо роз Аркадий Залецкий. В состав пошла и Яна Конопосевич, что неудивительно. Ее муж Александр Конопосевич – скандально известный рекламщик. Вместе с экс-депутатом Степаном Викуловым, используя систему, перекрыл рынок рекламных конструкций, обеспечил свой бизнес. Теперь функции Викулова в мутном рекламном рынке Читы, по всей видимости, делегированы Яне Конопосевич. Не зря коллеги Александра прозвали его денежным локомотивом Викулова. Была бы схемой многоходовки, а деньги депутат непременно найдутся. Так и вышло. Замыкает наш рассказ комитет ЖКХ транспорта и связи. Его снова возглавил Александр Прокопенюк. Тот самый, который посадил в кресло директора проблемной управляющей компании РУЭК своего сына. Тут и повелитель маршрута к Артем Миняйло, который, видимо, продолжает решать транспортные вопросы в Чите и богатеть. Напомним, именно Артем Евгеньевич был признан самым богатым депутатом Думы прошлого созыва. Своё кресло в комитете сохранил и самый бесполезный депутат, по мнению жителей микрорайона Черемушки, Константин Уланов. Избрался снова от авиаторов. Там, видимо, где-то дороги, в отличие от Черемушек, всё-таки есть. В следующем сюжете мы расскажем о том, какие обещания, данные своим избирателям до выборов, депутаты выполнили, а какие навсегда забыли. Вячеслав Барнинский, ЗАП-ТВ